Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! По многочисленным просьбам сегодня изучим технологичный, мощный и очень компактный зарядник от Baseus, созданный с применением ГАН-транзисторов. Итак, зарядное устройство распаковано. Приезжает оно в стандартной для Baseus картонной упаковке с качественной полиграфией, указанием всех технических характеристик и стикером для проверки подлинности продукта. Внутри коробки само зарядное устройство, англо-китайская инструкция и гарантийная карточка. Также я получил 100-ваттный Power Delivery кабель, но его наличие зависит от выбранной комплектации. Отдать за это зарядное устройство мне пришлось аж 39 долларов, что для зарядника, конечно, немало. Впрочем, и возможности у зарядника немаленькие, об этом чуть позже. А для начала я попробую очень упрощенно объяснить, что же такого особенного в этом заряднике. Как я сказал в самом начале, при создании этого зарядного устройства использовались не традиционные кремниевые транзисторы, а транзисторы на основе нитридогалия. Эти транзисторы намного компактнее при аналогичной мощности, сопротивлении и устойчивости к пробою. Также ГАН-транзисторы намного быстрее переключаются и восстанавливаются. Эти особенности позволяют существенно повысить частоту работы импульсного преобразователя, коим и является зарядное устройство, и как следствие уменьшить габарит трансформаторов, снизить тепловыделение и увеличить мощность. То есть принципиально в зарядном устройстве все работает так же, как и на кремниевых транзисторах, только намного эффективней. В описании я оставлю ссылку на статью, где данные технологии можно почитать подробнее. В общем, сейчас в лице этого зарядника от Bazeos перед нами следующая ступень развития источников питания. И чтобы сразу стало ясно, что дала эта новая ступень, вот этот компактный блок питания способен выдать 65 ватт мощности. Примерно столько же выдает вот этот блок питания от ноутбука. Или вот еще один блок питания на кремниевых транзисторах. Он рассчитан на 40 ватт мощности. Думаю, разница в размерах более чем очевидна. В общем, надеюсь, мне удалось понятно объяснить, что такого особенного в ГАН-зарядниках, и почему их цена выше, чем у других. Теперь поближе рассмотрим данную модификацию BASE-E915 от Bazeos. Данный зарядник собран в корпусе из черного, преимущественно матового пластика. Также для заказа доступна версия в белом цвете. Длина устройства без учета вилки 75 мм, а с вилкой 113 мм. Толщина и высота 32 и 36 мм соответственно. Что касается веса этого зарядного устройства, то он составляет... 125 грамм. Опять же, сравнивая с зарядником на 40 ватт, который весит 146 грамм, разница более чем ощутимая. Органы подключения представлены двумя портами USB Type-C, а также одним гнездом USB-A. Кроме этого, из интересного могу отметить небольшой голубой LED-индикатор, установленный на углу гаджета, который светится, когда устройство подключено к сети. Что касается заявленных возможностей, производитель сообщает следующее. При использовании только первого гнезда USB-C мы можем получить полные 65 ватт мощности, то есть 20 вольт и 3,25 ампера. Используя только второй порт USB-C мы можем получить до 30 ватт мощности в режиме 20 вольт 1,5 ампера. Столько же нам должен выдать и третий порт USB-A. Сразу оговорюсь, что второй Type-C и USB-A гнезда подключены к одному преобразователю, ввиду чего их одновременное использование позволит получить не более 5 вольт и 3 ампер. А вот первый USB-C порт имеет свой собственный преобразователь, и его использование одновременно со вторым Type-C или USB-A портами позволит получить 63 ватта мощности, то есть 45 ватт плюс еще 18. В общем, если запутались, главное понять, что в заряднике сразу два преобразователя, и максимальную мощность можно получить только от первого порта USB-C. На удивление, в этот раз Базеус перечислили и протоколы быстрой зарядки. Так ожидаемо мы можем получить Power Delivery и Qualcomm Quick Charge со второго по четвертое поколение, да и протоколы быстрой зарядки для Самсунгов и Хуавеев на борту присутствуют. Впрочем, и мощность, и протоколы зарядки нам еще предстоит проверить, но по заявкам видно, что Базеус создавали это зарядное устройство с расчетом на очень широкий круг использования, начиная от телефонов-звонилок и заканчивая планшетами и ноутбуками с поддержкой Power Delivery. Да что и говорить, напряжение в 20 вольт и мощность в 60 ватт даже обычные ноутбуки заряжать позволяет, правда с этим есть ряд нюансов. На данную тему я, кстати, скоро сделаю отдельное видео, там я, спойлер, от этого и других зарядников и повербанков даже паяльник запитаю. Если хотите увидеть такое видео поскорее, напишите об этом в комментариях и поддержите этот обзор лайком. Ну а я перехожу к испытаниям. Так как мощность зарядного устройства не маленькая, придется использовать мощные потребители. Ими выступят 35-ваттные нагрузочные модули от компании RD, соединенные в параллель. Контролировать показания будем с помощью USB-тестера от того же производителя. Также, чтобы зарядник в принципе подал питание на USB Type-C порты, придется задействовать Power Delivery Trigger. И начинаем с главного, первого гнезда USB-C. Итак, питание подали, подключаем Power Delivery Trigger. Индикатор загорелся, Power Delivery поддерживается. Сейчас получаем 5 вольт, также можем получить 9 вольт, 12, 15 и, наконец, 20. Теперь подключим тестер с нагрузочными модулями. Сразу нагружаем на 1,5 ампера. И видим, что проблем у зарядного устройства нет. Он с легкостью выдает 30 ватт. Добавим еще 1,5 ампера. Здорово, сейчас мы суммарно получаем 60 ватт мощности. Попробуем найти предел возможностей этого зарядника. Итак, сейчас мы снимаем около 65 ватт мощности. И смотрите, как, к сожалению, это предел его возможностей. Он начинает понемногу сбрасывать напряжение. Да, и смотрите, он полностью отключается. То есть, защита этого зарядного устройства установлена точно на 65 ватт мощности. Получить от него больше у вас не получится. Теперь подключимся ко второму USB-C гнезду. От него мы должны получить 30 ватт мощности. 20 вольт получили сходу. И активируем нагрузку на 1,5 ампера. Отлично, никаких проблем. Получаем ровно 30 ватт. Ищем предельный максимум. И здесь, как я вижу, тоже достаточно жесткое ограничение. Более 35 ватт получить от этого гнезда мы не сможем. Теперь настало время задействовать оба преобразователя этого зарядного устройства. Но перед этим я все-таки хочу продемонстрировать, что гнездо USB Type-C номер 2, а также USB-A порт висят на одном преобразователе. Для этого, задействуя порт USB Type-C 2, задействуем второе гнездо. Как вы можете видеть, триггер перезагрузился и далее будет работать только в 5 вольтовом режиме. Это и говорит нам о том, что используется только один преобразователь. Итак, сейчас я задействовал два гнезда этого зарядного устройства одновременно. Напомню, в таком режиме от главного порта USB-C номер 1 мы должны получить 45 ватт мощности. А от второго или третьего порта еще дополнительные 18 ватт мощности. Сначала нагрузим первый порт. Нагрузили на 20 ватт. И теперь на 45 ватт мощности. Ну и теперь активируем третью нагрузку. Здорово, производитель нас не обманул. Сейчас мы получаем 45 ватт мощности на одном гнезде и еще 18 ватт мощности на втором гнезде. Попробуем найти предельный максимум. А вот это уже здорово, только гляньте, сейчас мы снимаем 68 ватт. И на этом все. Хотя бы здесь есть небольшой запас по мощности. Но в целом производитель достаточно точно указал возможности этого зарядного устройства. После проверки мощности я также могу подтвердить, что зарядник поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery и Qualcomm Quick Charge со второго по четвертое поколение. Осталось проверить технологии быстрой зарядки для Самсунга и Хуавея. Для начала активируем триггер Samsung AFC. Напряжение выросло до 9 вольт, технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. И вот тут зарядное устройство не хочет никак реагировать на активацию триггера. Возможно конечно это опять же глюки моего триггера, но пока что под этой технологией поставим знак вопроса. И да, не переживайте, ко мне уже едет специальный тестер, который сможет более точно определять наличие технологии быстрой зарядки. В общем уже сейчас я могу подтвердить заявленную производителем мощность в 65 ватт. По сути она оказалась даже чуть больше, мы смогли получить 68 ватт. Теперь давайте посмотрим, сможет ли это зарядное устройство работать длительное время без перебоев при большой нагрузке. Для этого теста я нагружу оба преобразователя зарядника в соответствии с заявкой производителя. И оставлю в таком виде минут на 15. Этого более чем достаточно, чтобы зарядник как следует прогрелся и перегрелся, если он имеет склонность к перегреву. Спустя 15 минут зарядное устройство продолжало штатно работать. Субтитры сделал DimaTorzok По итогу температура корпуса в самой горячей точке составила аж 70 градусов. В общем холодным это зарядное устройство назвать сложно, нагревается оно не слабо, но и мощности при этом выдает очень много. Главное, перегрева обнаружено не было и тест прошел штатно. Далее переходим к проверке пульсации напряжения. Несмотря на использование инновационных транзисторов, зарядник все еще остается импульсным преобразователем. И важно, чтобы его пульсации были в норме. Напомню, низкими считаются пульсации не более 1-2% от номинального напряжения. То есть при 5 вольтах это 50 милливольт, при 9 вольтах 90 и так далее. Проверять будем с помощью портативного осциллографа DSO-150. Для начала испытаем первое гнездо USB Type-C, режим 5 вольт 3 ампера. И пульсации в этом режиме всего 31 милливольт. Тоже гнездо, но теперь в режиме 9 вольт 3 ампера. Пульсации опять же скромные, всего лишь 64 милливольта. Следующий режим 12 вольт 3 ампера. Пульсации опять радуют, 48 милливольт. И наконец режим 20 вольт 3,2 ампера. И это просто удивительно, пульсации всего 19 милливольт. Это просто потрясающий результат. Теперь я подключился ко второму USB Type-C порту и соответственно ко второму преобразователю. Режим 5 вольт 3 ампера. Пульсации. В этом режиме они опять же очень маленькие, 28 милливольт. Снова второе USB-C гнездо, режим 9 вольт 3 ампера. Пульсации 46 милливольт, то есть менее 1%. Следующий режим 12 вольт 2,5 ампера. И опять же по пульсациям все отлично, всего лишь 53 милливольта. Ну и наконец режим 20 вольт 1,5 ампера. Пульсации просто чудесные, 19 милливольт. Ну и наконец последний тест. Давайте посмотрим, как отреагирует зарядное устройство на короткое замыкание. Тут хочу пояснить. Я проверяю только выживаемость зарядника. Мне интересно, присутствует ли там защита или нет. Если зарядное устройство выживет после короткого замыкания, значит защита есть. И это хорошо. А как она работает для меня не столь важно. Итак, замыкаем плюсовой и минусовой контакты. Тестеры и триггер отключились. И теперь устраняем короткое замыкание. Отлично, и тестер и триггер перезагрузились и снова работают. Значит зарядник оснащен защитой от короткого замыкания. И вот теперь я могу с чистой совестью подвести итоги сегодняшнего обзора. Тут мне как обычно поможет сводная таблица, в которой я собрал все полученные в ходе тестов и измерений данные. Также для сравнения я привел еще несколько проверенных ранее зарядников без применения ган-транзисторов, чтобы нам было с чем сравнивать. Так, сегодняшний подопытный при скромном размере и весе показал высочайшую мощность, поддержку многих протоколов быстрой зарядки и крайне низкие пульсации. Радует и наличие сразу двух преобразователей с быстрой зарядкой. При желании поругать его можно за высокую стоимость и приличный нагрев, но стоимость оправдана мощностью и технологичностью, а нагреть его до сегодняшнего уровня будет очень и очень непросто. В общем, я считаю, что базеус проделали отличную работу и изготовили замечательное зарядное устройство. А как считаете вы? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. В общем, мне остается только сказать вам спасибо за просмотр и поблагодарить вот этих людей, которые решили стать спонсорами нашего канала. Ребята, огромное вам спасибо за поддержку. Если и вы хотите стать спонсором нашего канала, соответствующая кнопка есть под каждым видео. Там же кнопка подписаться и злосчастный колокольчик, на который никто не хочет нажимать. В общем, надеюсь, обзор вам понравился. Я пошел на почту за очередной посылкой, ну а вы смотрите другие видео на нашем канале и берите от жизни лучшее.